Ну что, доброе утро всем зрителям «Живого гвоздя». Вторник в Москве, 11 утра. Это значит, что в эфире программа «Мовчание». Я Евгения Большакова и финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчание». Доброе утро, Андрей Андреевич. Доброе утро, Женя. Доброе утро всем. В лодке 9 утра, но, правда, солнечно и хорошо. Мы продолжаем с вами разговор, наверное, чтобы не затягивать, сразу перейдём к делу. Тема большая, как оказывается. Вряд ли мы сегодня даже её закончим, но, тем не менее. Мы говорили про Кипр в прошлый раз, поговорили про историю Кипра, про всё, что уже сейчас мало кого волнует до момента, пока британцы не получили контроль над островом. И, в общем, даже, по-моему, дошли до 20-х годов, 20-го века, если я правильно помню. И говорили мы про то, что население Кипра, которое, в принципе, достаточно нечётко делилось, при османской Турции делилось на административный класс мусульман и более-менее буржуазный класс греков по национальности. Про национальность мы с вами ещё в конце поговорим, там будет интересно. Британцы достаточно искусственно постарались разделить на два комьюнити, то, что они называли турецким комьюнити, то, что они называли греческим комьюнити, на острове, делали это с невероятной последовательностью людей, которые стремятся причинить добру любой ценой. Идея у них была почему-то, не спрашивайте, защищать национальные меньшинства. Защищали они их до такой степени, что уже к 20-м годам 20-го века эти национальные меньшинства на Кипре стали реально формироваться, в основном за счёт работы англичан. Мы остановились с вами на образовании, это подбританцы, которые очень любили образовывать нации, куда они приходили, они принесли серьёзное образование на Кипр, они стали строить школы и институты на Кипре, и изначально стали их строить таким образом, что для тех, кого они называли греками-каприотами, строились школы, которые преподавали греческую программу, программу взятую из Греции, в буквальном смысле этого слова. Для тех, кого они называли турками-каприотами, для мусульман строили школу, которая преподавала турецкую программу. И здесь, наверное, надо пару слов сказать о том, что происходило вообще в Греции и в Турции вокруг этого. Я думаю, что вы все историю знаете прекрасно, но, тем не менее, чтобы напомнить, Греция и Турция в течение сотен лет были естественными врагами природы. Османская империя захватила Балканы несколько сотен лет назад, это происходило в глубокие средние века, и контролировала Балканы как завоеватель, как колонизатор. Естественно, греческое антиколониальное, антиосманское движение было достаточно сильным. Антагонизм между православными греками и мусульманными завоевателями был очень высоким. И когда в 1830 году Греция получила независимость, этот антагонизм, естественно, сохранился в идеологической системе, в системе образования, в культуре и греческая школьная программа, естественно, была построена во многом на отрицании османов как друзей, отрицании османов как соседей, и в рассказах о героическом прошлом греческих патриотов. В период Первой мировой войны фактически вновь разложившаяся внутри себя Османская империя, которая заняла совсем не ту сторону, на сторону страны Си, проиграла, естественно, войну, как вы знаете. И в процессе проигрыша этой войны турки едва не потеряли собственную независимость совсем. Греческие войска ушли далеко на территорию континентальной Турции. Естественно, как любая война, это было связано с достаточно большим количеством преступлений против мирного населения, и против греческого, и против турецкого, естественно, населения Малой Азии. И выросшая из Первой мировой войны новая Турция, кемалистская Турция, Турция, возглавляемая Мустафой Кемалем, Ататюрком, хотя и не была заражена теми идеями пантуркизма, о них потом ещё будем говорить, когда будем говорить о будущем, которые были у османов. Да, но тем не менее, это была достаточно националистическая страна, жёстко выступавшая за Турцию, свободную независимость в своих границах. И, естественно, когда ещё война была свежая, греческие войска ещё недавно были на территории Турции, школьная программа турецкая выступала с достаточно серьёзных антигреческих позиций. Вот теперь представьте себе, что эти программы были принесены на Кипр и преподавались людям, которые жили рядом друг с другом. Да, греческая и турецкая. При этом параллельно происходило очень много других мелких процессов, которые тоже определяли, что происходит с жителями Кипра. В частности, в 1915 году, в разгар Первой мировой войны, британцы официально обратились к королевству Греции с предложением аннексировать Кипр, собрать себе. Это было абсолютно, потому что англичане называют «out of blue» для греков, что для киприводов, что для турков. Можно себе представить судьбу турков киприотов в этот момент на Кипре. И само по себе такое предложение, хотя Греция отказалась, и это в каком-то смысле напоминает, если помните, мы говорили когда про Армению, мы говорили про раздел Турции после войны, отказ Соединенных Штатов Америки от Анатолия. То есть Греции было не до того в этот момент, она не хотела брать Кипр. И тем не менее эта информация о таком предложении, об этой идее, эта информация легла на подкорку и греческой популяции Кипра, благо она уже называлась греческой официально, и, естественно, восприятие было уже такое, и турецкой общине Кипра, которая, каждый сделал для себя свои выводы относительно того потенциального будущего этой территории. Но так или иначе, Первая мировая война закончилась, Британия официально оставила себе Кипр, так же как Палестину, как подмандатные территории. В 1923 году Кипр был включен в территорию британских колоний официально, признан мировым сообществом. И в этот момент надо было определяться уже, так сказать, официально, что мы делаем, как мы говорим, мы англичане, это наша территория, что мы делаем на Кипре. Дмитрий Петрович, давайте прежде чем определимся, что мы делаем на Кипре дальше, мы прервемся на пару минут на рекламу. В Греции начало 19 века было неспокойно. Тайное общество Филики и Этерия готовилось освободить Грецию от османского владычества. Поддержку было решено искать в Петербурге. «Единственный совет, который я могу дать, никому о себе не рассказывайте и прекратите делать то, что делаете!» Таков был ответ греческого посла Иоанна Каподистрии. Зато борьба греков за свободу нашла отклик в русском обществе, и в результате революцию 1821 года возглавил российский офицер Александр Ипсилантис. Пушкин писал об этих событиях так «Восстань, о Греция! Восстань! Недаром напрягала силы, Недаром потрясала брань, Олимп и Пинт и Фермопилы!» А стать ее резидентом можно, получив золотую визу за покупку недвижимости от 250 тысяч евро в большинстве регионов или от 500 тысяч в Центральных Афинах, Салониках, на Миконосе или Санторине. Статус ВНЖ позволяет жить в Греции или приезжать туда в любое время, без виз путешествовать по всем государствам Шенгенской зоны, открывать европейские счета и в целом преодолеть множество геополитических рисков и запретов по цвету паспорта. Но главное, что для сохранения вида нажительства переезжать в страну совсем не обязательно. Как и всегда, здесь лучше поторопиться. Греция уже повысила порог для получения ВНЖ за покупку недвижимости. До 800 тысяч евро в большинстве развитых регионов. До сентября у инвесторов еще есть время запустить процесс и зафиксировать старые и куда более лояльные условия. Важно знать и нюансы. Программа Греции принимает заявки от россиян только при условии, что хотя бы у одного члена семьи есть еще один паспорт. Вануату, Турции, Армении, Израиля, в целом любое. Узнать детали и нюансы программы Греции мы рекомендуем у экспертов и юристов команды «Астанс». Они более 30 лет занимаются программами ВНЖ и гражданства за инвестиции по всему миру. Контакты специалистов оставляем в описании. Кстати, после освобождения Греции первым главой государства стал тот самый посол Каподистрия. Всякое бывает в истории. Ну что, возвращаемся в эфир программы «Мовчание». Евгения Большакова, Андрей Мовчан и мы дошли до момента, когда нам нужно определиться, что же делать с Кипером дальше. Ну, не надо, слава богу. Мы уже присоединились с англичаном, надо было определяться, что делать с Кипером дальше. Англичане приняли невероятно мудрое решение, но, в этот взгляд, не делалось ровно ничего. Если посмотреть вообще на конструкцию вокруг, геополитическую в этот момент, то, может быть, кстати говоря, это было более-менее оправдно. Потому что, с одной стороны, англичанам надо было разбираться с рядом находящейся Палестиной, которую мы с вами обсуждали тоже раньше, если вы следили за нами отдельно, что творилось в это время. А, с другой стороны, Турция, которая стала республикой, управлялась Мустафой Кемалем, она была классической, такой замкнутой в себе территории националистической. Турция восстанавливалась после всех проблем в конце Османской империи. Турция совершенно не стремилась к экспансии в этот момент. Вообще, идеология кемалистская, и мы об этом тоже будем говорить дальше, состояла в националистической изоляции. Это немножко напоминает китайскую идеологию современную. Там мы не лезем за свои границы, нам ничего больше не нужно, но здесь мы хотим строить то, что мы хотим. Плюс это была светская территория, а мусульмане Кипра были достаточно сильно религиозными всегда. И поэтому Англия не опасалась никого давления со стороны Турции. А Турция, в свою очередь, вместо того, чтобы как-то пытаться налаживать связи с киприотами, скажем, турками на Кипре и прожектировать свое влияние, вместо этого Турция заняла обратную позицию. Турция стала предлагать туркин-киприотам репатриироваться в Турцию. Благо, места в Турции в этот момент было много, потому что освободилось оно и от греков, и от армян, восточной Анатолии, и территорию надо было как-то заселять. Представляете, 20-е годы — это годы достаточно большой репатриации турок-киприотов в Турцию. Она не была массовой. Это не то, что вся община уехала, в том числе потому, что турки-киприоты не воспринимали Турцию как родину в этот момент. Они были киприотами, и мы об этом говорили, они жили здесь, их не очень интересовало Мейнланд. Но всё-таки считается, что где-то порядка 7-8% из турецкого населения Кипра в этот момент в Турцию уехало. Остальные же оставшиеся, и, соответственно, все греки оставшиеся, жили в колониальной реальности. В этой колониальной реальности у них у каждого были свои проблемы. Проблема греков состояла в том, что в администрации продолжали превалировать, естественно, турки-киприоты, поскольку... позиция Англии никак не изменилась. Кроме того, естественно, после разговоров о том, что остров можно передать Греции, возникло националистическое движение греческое за присоединение к Греции. Оно называлось «Энозис». Мы потом о нём ещё будем вспоминать много раз. Англичане хотели управлять островом и противостоять националистическому движению греков с помощью использования турок. У которых не было никакого цивилистического движения, которые были абсолютно готовы работать, сотрудничать с англичанами. А сами турки готовы были сотрудничать с англичанами, естественно, в том числе потому, что они прекрасно понимали, я напомню, это был не 21 век, а 20-й, они прекрасно понимали, что будет с ними, если остров присоединится к Греции. И английский контроль — это было главное, что их сейчас устраивает. Это был залог стабильности. Но плюс поверх всего этого потихоньку на острове, естественно, как везде в те времена, возникало некое общее антихолониальное движение. И способствовали развитию антихолониального движения разные иногда достаточно смешные и, вообще говоря, непрямые факты. В частности, раз за разом на Кипр назначались английские губернаторы, которые до этого были губернаторами в африканских колониях в Британии. И сейчас нам это может показаться своими странами, но тогда это возникал очень резкий протест, вызывал очень резкий протест на Кипре. На Кипре даже газеты писали, что это неуважение к острову, что англичане считают, Кипр отстал их страной дикарей, назначаются те, кто управлял африканцами. И с другой стороны, конечно, губернаторы африканской колонии приносили с собой свои идеи управлять этим островом. И в каком-то смысле эти комментарии, хотя и сейчас бы мы их назвали расистскими, в каком-то смысле эти комментарии были оправданы, потому что, конечно, социальная структура, поведенческая структура кипротов была совершенно другая. Поэтому где-то уже к 1930 году, в начале 30-х годов, ситуация на Кипре поменялась. И поменялась она скорее в антиколониальную сторону. Администрация турецкая, местная администрация, тоже менялась. Люди старели, и новые люди приходили. И приходившие люди были в значительно большей степени кемалистских взглядов, естественно, потому что влияние всё равно никуда не девалось, чем пан-туркистских и османских. Кемалистские взгляды на Кипре преломлялись в антиколониальное движение, не в пан-туркистское как раз. И в большой степени в начале 30-х годов, помните, мы говорили о всеуправленческой структуре, о законодательном собрании Кипра, в котором было большинство греков, но контролирующее меньшинство турок. И вот в начале 30-х годов оказалось, что этот парламент хорошо работает совместно. То есть турки и греки голосовали вместе против голосов англичан. В 31-м году произошло знаменательное событие. Парламент проголосовал против бюджета, которым было заложено повышение налогов, несмотря на позицию губернатора и английских членов этого парламента. И англичане не нашли ничего лучше, как парламент распустить, ввести чрезвычайное положение и объявить, что на острове выводится прямое правление колониальное, колониальное, перестав играть в свои любимые остатки демократии. Были запрещены собрания более чем пяти человек. СМИ были жёстко центрированы с этого момента. В конце 31-го года прошли массовые беспорядки в Никосии. Несколько десятков человек погибло. Это было уже жёсткое, это полональное движение, причём там участвовали и турки, и греки совместно. 2600 человек было тогда отправлено в изгнание с острова по жизни. Надо сказать, что побочным эффектом этого явился тотальный разгром всех коммунистических фронт-организаций на Кипре, потому что они были во главе этого антиполониального движения, они, собственно, попали под раздачу первыми. И с тех пор на Кипре, в общем, особенно про социалистические, про советские, про коммунистические организации не действуют. Британцы, вот тут в этот момент, британцы решили, что надо что-то делать. Поменяли образовательную систему на острове обратно, объединили школы, сделав греческие и турецкие предметы отдельными курсами в общей программе. В результате этого глобального мудрого действия и та, и другая община были абсолютно confused. И, в общем, конечно, недоволены. Для греков это было совершенно непонятно, потому что было непонятно, зачем они должны изучать, теперь, скажем, турецкий язык, турецкую историю, турецкие предметы. Для турок-киприотов это было, может быть, не так неожиданно, потому что они привыкли к образовательной системе англичан, что дают, то дают. Но при этом всё равно это была дополнительная нагрузка. Где брать учителей было непонятно. Смешиваться учителей в общинах было сложно, потому что люди не очень знали язык. В первую очередь турецкий, в большей степени все говорили на греческом. И в очередной раз это казалось как некоторое насилие со стороны англичан. И в конечном итоге усиливало напряжённость и по отношению к британцам, и между греками и турками. Потому что в конечном итоге навязывание чужой программы всегда, естественно, отражается в некоторой неприязнике не к тому, кто навязывает, а к тому, чья программа навязывает. Англичане продолжали, естественно, официально заявлять о том, что они заботятся о турецком меньшинстве на Кипре. Заботы эти выражались в том, что они пытались опираться на турецкое меньшинство в силовых органах и в администрациях. И, как мы уже с вами, по-моему, говорили об этом, ещё раз стоит повторить этот тезис, что турецкое меньшинство на самом деле очень сильно проигрывало из-за такой заботы, потому что в нём, в принципе, не формировался средний класс, не формировались предприниматели, не формировалась зажиточная прослойка, которые могли бы как-то, каким-то образом, всю жизнь общину поднимать, структурировать и развивать экономически. Там оставались, так сказать, чиновники на окладе, некоторое очень небольшое количество богатых землевладельцев, достаточно большое количество очень бедных людей, которые не попадали в администрацию и поэтому практически не могли заработать. И вообще ситуация с экономическим положением турок-киприотов лучше всего, наверное, характеризуется так называемой практикой продажи невест. Это достаточно изолированная кипрская практика. Бедные кипрские семьи турок-киприотов в 20-е, 30-е, 40-е годы 20-го века продавали дочерей в основном арабам Британской Палестины, но и немножко других арабских стран в качестве жён. В среднем цена такой девочки, которая была от 11 до 18 лет, была 10-20 британской фунт. Ну, фунт, конечно, стоил дороже, на 20 британской фунтов можно было купить акр земли, это примерно треть гектара на Кипре. Но тем не менее. Значит, точная цифра неизвестна, но документированных случаев продажи более 4 тысяч. То есть это по сравнению где-то с 60-70 тысячами турок-киприотов на острове в целом. То есть это был абсолютно массовый характер продаж. Многие потомки этих девушек, кстати говоря, сегодня считают себя палестинцами, живут в Палестине. И за последние годы, когда открылась такая возможность, примерно 200 палестинцев получили кипрские паспорта, доказав свои греческие корни, греческие и турецкие корни. То есть это явление известное, это явление можно проследить, можно проследить генеалогически. Но для нас оно хорошо говорит про то, в каком состоянии была экономика турецкой общины. А британцы, которые на это пытались как-то реагировать, они продолжали давать налоговые льготы турецкого меньшинству, в том числе на землю в первую очередь. Естественно, эти налоговые льготы шли в карманы богатых турок, которых было очень немного. Увеличение количества вакансий в администрации. И в конечном итоге вся эта экономика становилась все более зависимой от льгот и привилегий. А все действия общины должны были восстановиться все более пробританскими. Но они не столько становились все более пробританскими, сколько становились все более антигреческими в этой ситуации, поскольку интересы общин становились противоположными. Британцы для того, чтобы поддерживать турок и приотов, развивали активную и политическую жизнь общины. Именно ими была создана Ассоциация Кипрского меньшинства, Акатар так называемый, политическая организация, в которую принимали только турок. И в 1945 году в этой ассоциации руководителем был назначен доктор, действительно доктор, доктор медицины со швейцарским образованием Фазиль Кучу, который выступал с про-турецкой оппозиции, естественно, потому что иначе бы чего он стал руководителем этой организации, и который дальше будет в течение примерно 30 лет фактически возглавлять всё движение турок и приотов. Был, надо сказать, достаточно интеллигентный человек. Также был создан профсоюз турок и приотов в противовес всей кипрскому профсоюзу. Опять же, почему? Потому что в 40-е, в конце 40-х годов на Кипре профсоюзы заняли достаточно сильную позицию. Они организовывали достаточно много забастовок, боролись за свои права. И англичане пытались таким образом разделить профсоюзное движение и ослабить его фактически, для того, чтобы контролировать. Но так или иначе, турки стимулировали вступать в именно турецкий профсоюз. Надо сказать, что турки продолжали оставаться во всегреческих, во всегиборских профсоюзах достаточно активно. И тем не менее, всё равно через дотации, через политические возможности и так далее, турецкие профсоюзы, турецкие политические организации росли. В 1947 году Греции отошли 15 островов на юго-востоке Игейского моря, включая такой большой остров, как Родос. Эти острова были проданы Османской Турции, в своё время ещё Италии. Представляете, какое лоскутное одеяло тогда там было? Вы же наверняка помните карту, представляете, что такое греческие острова у берегов Турции практически. И Греция после того, как эти острова получила, вы не забывайте, что это не 21 век, это середина 20 века, более-менее естественным образом почистила их от турецких общин, от жителей Турции. Информация об этом естественно дошла до Кипра и естественно усилила антигреческие настроения среди турок и приотов на территории Кипра. И естественно информация о том, что острова перешли Греции, усилила и назийское движение у греков внутри острова. Не надо сказать, что это движение пользовалось однозначной поддержкой все греки. Приотов совсем нельзя этого сказать. Но тем не менее это движение было, это движение развивалось и в каком-то смысле это движение поддерживалось англичанами в прямо обратном смысле здравой логике. Так же точно, как революционное движение в свое время поддерживалось охранкой в царской России для того, чтобы придать себе больше значимости. И назийское движение поддерживалось агентами англичан на Кипре в общем для того, чтобы получать бюджеты, для того, чтобы оправдывать существование спецдива вокруг. В самой Греции с 1944 по 1949 год пять лет шла гражданская война. Я думаю, мало кто об этом знает, но Греция вообще страна очень нестабильная в 20 веке и в том числе после Второй мировой войны. Гражданская война шла между прокоммунистами и антикоммунистами. Гражданская война была невероятно жестокой. Обе стороны практиковали пытки, публичные казни, убийства известных людей. СССР, естественно, Югославия, близко лежащая, поддерживали коммунистов. Британия и Штаты поддерживали антикоммунистов. В этой войне погибло почти 150 тысяч грек в гражданской войне. И, конечно, турки-киприоты за этим наблюдали, за тем, что происходит в Греции, и не могли не проектировать это на потенциальное, что происходило бы, если бы Кипр присоединился к Греции. В 1948 году на излёте гражданской войны в Греции внутри самих турок-киприотов впервые появился лозунг «Если британцы оставят остров, они должны отдать его Турции». На это, естественно, повлияли события не только в Греции. В 1948 год вы наверняка помните, что это такое в Палестине. В 1948 год это образование государства Израиля и не образование государства Палестина. И турки-мусульмане на Кипре, естественно, видели эту ситуацию. Она виделась им по-своему, эта ситуация. Они в каком-то смысле разумно полагали, что при приобретении независимости этой территории вполне возможна война. Войны они этой не хотели. Турецкая империя, Османская империя в каком-то смысле виделась им гарантом безопасности и спокойствия, как это было до Первой мировой войны, когда в Палестине всё было мирно и ничего не происходило. И с другой стороны в Турции в этот момент уже начался достаточно активный рессентимент и продолжался. Турция, как вы знаете, принимала участие во Второй мировой войне достаточно пассивное, но на стороне Германии. Опять же, идеей турецких лидеров в те времена было, что когда Германия победит СССР, то под контроль Турции это идут все тюркские территории СССР. Там было на минуточку от 30 до 40 миллионов человек в Центральной Азии, по Волжье и так далее. Заманчиво было для властей тех времён. В этот момент опять пан-туркизм победил как идеология кеммализм временно. Если говорить о Турции сейчас, то Турция Эрдогана, конечно, абсолютно пан-туркизское образование, тоже там от малистской идеологии ничего не осталось. Турция вообще мигрирует между этими полюсами постоянно. Но вот тогда и турецкая пан-туркизская идеология, и страх того, что события на Кипре будут повторять события Палестины, и страх гражданской войны в Греции приведили к тому, что, пожалуй, впервые к 50-му году, в конце 40-х годов формируется в турецкой общине Кипра движение за связь с Турцией. На политической сцене в этот момент появился Роуф Дэнкташ, новая фигура, которая нам очень полезна будет в будущем. Этот человек, который вырос в Пафосе, ему в 48-м году всего было 24 года. Он был сыном судьи и юристом, причём юристом очень талантливым. Он 24 года уже был назначен, в 25 лет уже был назначен королевским прокурором на Кипре. У него были при этом экстремально националистические турецкие взгляды, протурецкие взгляды. Он в своё время писал в своих дневниках, что в Пафосе, когда он жил в Пафосе, Пафос — греческий город. Фактически. Что он чувствовал себя буквально, я цитирую его слова, свечой на греческом ветру, которую могли задуть в любой момент. Мы, возвращаясь в те времена, должны сказать, что понятно, что это не соответствовало никакой объективной реальности, никто ничего не собирался задувать. Но, тем не менее, это его отношение было к жизни. Он был радикальным националистом. Эта позиция нравилась англичанам, его активно продвигали. И в результате к 50-му году благодаря усилиям англичан турки, турецкая община, лидеры турецкой общины, заняли примерно националистические, антигреческие позиции и начали официально смотреть в сторону Турции. А греки, которых уже и назийское движение и так было развито, в каком-то смысле, может быть, в большом смысле, под влиянием того, что они чувствовали себя дискриминированными в рамках британско-турецкой администрации и в страхе того, что действительно ситуация пойдет в сторону присоединения к Турции, стали значительно более активными националистами и движение ненозис стало значительно более популярным. В 1950 году к власти в Турции пришла демократическая партия во главе с Ананом Мендерсом. Эта партия стояла на жестких пантуркистских и исламистских позициях. Их позиция немножко напоминала современную российскую традиционные ценности и экспансию. И, естественно, поскольку взгляд на восток оказался уже нерелевантным, Советский Союз победил в войне и был достаточно прочным. Их взгляд обернулся на юг и на запад. Пантуркисты активно хотели влиять на Балканы, на Палестину и, разумеется, на Кипр. Кипр совсем рядом. Фазиль Кучук организовал в этот момент в 1950 году свою партию «Турецкий Кипр». Партия была организована на деньги, созданного в Турции движения. И спустя пару лет в 1952 году на деньги Турции на Кипре было создано военное крыло этой партии организация сопротивления Турок Киприута. Волкан, как они его называли. Или еще часто в западной литературе встречается название ТНТ. Это была реальная организация боевиков. Противостояние с британцами нарастало. Греция в 1954 году подняла кипрский вопрос в ООН с требованием к ООН принять какие-то решения по острову. Британия была резко против того, чтобы он рассматривал этот вопрос. В конечном итоге ООН приняла решение кипрский вопрос не решать. Было такое знаменательное решение отказаться от решения кипрского вопроса. В это время к 1953 году на Кипре окончательно формируется политическое лидерство двух общин турецкой и греческой. Турецкого возглавляет Фазиль Кучук Р.Л. Дэнкташ умеренный националист и агрессивный националист. Греческую общину после 1950 года возглавил вновь назначенный архиепископ Кипра. До этого он был еписком Аларнаки. Звали его Михалис Москас. Он стал архиепископом Кипра под именем Макариус III. В те времена он был убеждённым и назистом, который открыто говорил, что он не успокоится, пока не объединит Кипр с Грецией. Надо сказать, что православная церковь же никуда не девалась. Она играла огромную роль во времена Османской империи, как мы с вами и во времена англичан она была и оставалась огромным землевладельцем на всём Кипре. И амбиции у иерархов Кипрской православной церкви с одной стороны состояли в том, чтобы быть независимыми от греческой церкви, они были независимыми, а с другой стороны они поглядывали на позиции общегреческой церкви. Здесь был такой немножко шизофренический конфликт интересов, который заставлял их смотреть в сторону объединения. И вторым человеком в руководстве греческой общины стал Георгиус Гримас, киприот, который в 16 лет уехал с Кипра и стал кадровым военным в Греции. Прослужил там много лет в войсках, участвовал во Второй мировой войне. Я когда на Кипре про него разговаривал, мне кто-то сказал, что вот помнишь «Звёздные войны», там был генерал Гривас, вот генерал Гривас в «Звёздных войнах», Джордж Лукас сделал как раз Георгиуса Гривас. Ну, я не знаю, насколько Георгиус Гривас был похож на этого робота с четырьмя мечами в руках, но тем не менее. В общем, Георгиус Гривас был профессиональным военным и профессиональным гериллом. Он всю жизнь свою посвятил вооружённой борьбе. В 54-м году он на фоне отказа его от рассмотрения кипрского вопроса вернулся на Кипр и копируя тактику еврейских повстанцев в Палестине в 30-е и 40-е годы он стал строить вооружённые отряды из греков Киприот. Вооружённые эти отряды действовали достаточно долго. До 1959 года его отряды уничтожили около 300 британцев и греков-коллаборантов, то есть тех греков, которые сотрудничали с британцами. с другой стороны это интересно и тут тоже не стоит забывать с чего это всё начиналось. С другой стороны ТМТ или Волкон вооружённая организация турок-киприотов тоже не сидела сложа руки всё это время а активно продвигала свои идеи, которые состояли собственно в панциркизме при соединении Кипра к Турции. Но продвигали они это в основном убийцами турок-киприотов они тоже не трогали греков-киприотов как и его как организация Гривоса которые придерживались кемолистских позиций. То есть фактически обе стороны активно разбирались со своими которые их не поддерживали пытаясь выстроить абсолютно униформатную систему чем-то мне это напоминает современную российскую оппозицию которая в основном этим завица сейчас. В этот же момент лидеры ТМТ Ролл Денташ сформулировали идею токсин. Вот Энозис это греческая идея токсин разделение по турецки идея разделения острова на турецкую греческую часть эта идея появилась вот как раз к 60-му году. Практическим результатом действий и ТМТ Волкана и ИОКИ на самом деле явилось конечно не освобождение острова от англичан не разделение острова а резкое снижение практически до нуля экономических связей между греками и турками. Потому что и турки и греки стали бояться сотрудничать из-за своих же радикалов которые не дали бы возможности этого делать. Это окончательно разделило общины и фактически создало такое лоскутное одеяло анклавов которые жили изолированно и чем они более изолированно жили тем в большей степени возникало между ними напряжение. В мае 1958 года англичане как это часто бывало на таких территориях устав от провокации греков и ИОКИ от греческих активистов фактически организовали провокацию для того чтобы столкнуть ТМТ с ИОКИ. Они выпустили 8 греков участников сопротивления около турецкой деревни где их убили нанятые радикальные члены ТМТ нанятые англичанами так чтобы обставить это как убийство турков. Майская провокация была первой. До лета произошло еще несколько подобных провокаций. Наконец в июле 1958 года греки из организации ГРИВА соответили атаками на Туру кипрют. В результате летних атак погибло история с другой стороны около 60 человек. И британцы вместо того чтобы замкнуть две общины друг на друга просто фактически разожгли огонь междоусобных столкновений они приняли такой характер что в декабре 1958 года британцы просто сдались. Они решили дать Кипру независимость. Были подписаны так называемые Лондонско-Цуревские соглашения по которым Кипр становился независимым так называемым бикоммунальным государством. Гарантами независимости Кипра стали Турция Британия Греция Макариус Третий Гривос лидеры турков киприотов все поддержали соглашение все сказали что им все нравится. В 60-м году Кипр стал независимым Конституция 60-го года которая написана была англичанами для острова она очень мало отличалась от тех их идей которые были до этого по поводу управления островом. У турок было 18% населения они получили 30-ти процентную квоту должностей пустаростного учреждения в армии должны были служить 40% турок 60% греков в силовых структурах 70% греков 30% турок армии и силовые структуры должны были иметь мононациональные подразделения распомещенные на территориях общины их национальности то есть не пересекаться между собой был введен пост президента грека вице-президента турка у каждого права вета замещение того и другого производилось не ими между собой а соответствующими турецкими выбирались парламенты во всех государственных структурах должна была быть ровно такая же структура руководители заместители представляющие разные общины были созданы отдельные турецкие греческие муниципалитеты согласительные советы между ними палата представителей из двух частей греческой турецкой и в общем ну тут у как в истории шорт система была с одной стороны очень запутанной а с другой стороны абсолютно неработоспособной потому что как только возникал вопрос интересов общин моментально одна из общин могла блокировать всю работу при этом все пенсии и социальные выплаты должны были делаться из консолидированной выручки республики на федеральном уровне а основные налоги собирались по общинам по турецкой и по греческой общинам все население острова было обязано в течение трех месяцев определиться греки они или турнии сам факт издания такого указа говорит о том что она вообще не очень хотела определяться в массе своей это нужно было делать в обязательном порядке женщины пожалуйста не расстраивайтесь не обижайтесь но по этой конституции 60-го года принадлежность женщины к общине определялась по принадлежности мужа все турчанки вышедшие замуж за грека становились гречанками и наоборот так или иначе вот у нас есть карта которую Женя наверное покажет я думаю что любой человек который на нее сейчас поглядит поймет что это абсолютно не работособственная конструкция красненькая турецкая община синенькая это греческая община абсолютная лоскутная одеяло и я вот тут на этой карте чуть-чуть поработал показал малиновым цветом если вы видите там кружочки это места где возможно промышленные логистические порты и промышленные зоны да и белым цветом я выделил главную основную промышленную зону это пафос лимасол фамагуста вот и если вы внимательно посмотрите на карту вы увидите что это абсолютно греческие территории то есть естественно совершенно очевидно что вся промышленность вся логистика была в руках греков в этот момент и не знаю хорошо вам видно или нет такие зеленоватые линии они ограничивают зону активно земледелья в промышленности мы про нее говорили между горы вот президентом острова стал Макариус III вице-президент Аквазий Кучун на Кипре было размещено немножко 950 греческих 650 турецких солдат да ну и что в итоге получил независимый Кипр квота турб сильно выше процентов популяции это естественно вызывает недовольство у греков вето у двух сторон потенциальный дедлог всего общины собирают налоги но социальные выплаты делаются центрального уровня соответственно у каждой общины есть мотивация снижать внутриобщинное налогообложение и требовать субсидии с центра и естественно в этом начинается соревнование между общинами кто меньше соберет налогов и кто к себе перетянет бизнес очевидный интерес каждой общины при этом экономической изоляции чтобы налоги из общины которые все-таки собирают не уходили поэтому если ты торгуешь с греками непонятно где останутся налоги значит ты торгуешь только со своим это барьеры причем вот карта вспомните что показывал представляете все эти барьеры географические на этом естественный конфликт федерального и общинного законодательства возникает потому что федеральное законодательство единое общинное разное и огромная так называемая хедж проблема проблема забора то есть все вопросы которые на заборе некому решать условно стоят два человека один с турецкой стороны другой с греческой стороны общины и их отношения некому регулировать в реальности вот такое равновесие долго существовать не могло и просуществовало оно не долго а именно три года в 1963 году президент Макариус III фактически предложил как с этим равновесием разобраться как с этой проблемой разобраться он предложил 13 поправок к конституции в сущности эти поправки сводились к упразднению разделения общин в части законодательной власти упразднению моноэтнических муниципалитетов приведению квоты на общественные позиции к процентному составу населения разрешению на замещение друг друга представителями разных общин и так далее но на мой взгляд я могу ошибаться на мой взгляд вопрос не стоил большого обсуждения это были разумные поправки которые более-менее давали возможность острову развиваться но турки естественно эти поправки жестким образом отвергнут почему естественно потому что прежде всего эти поправки снижали квоту на административные должности для турецких политик то есть впрямую били по тем людям которые должны были принимать решения соглашаться я еще раз еще раз буду напоминать когда мы будем говорить дальше про Кипр на Кипре была выращена специальная турецкая община которая толком не умела ничего делать кроме как владеть землей и руководить бюрократическими органами основной бизнес общины был административная работа и силовые структуры и в данный момент это был резкий удар просто по рынку который имела турецкая община разумеется они отказались от принятия этого Конституционный суд который тоже контролировался англичанами независимым судью и турками отверг эти предложения совершенно понятно что греческие власти и Макариус были возмущены этой ситуации потому что они прекрасно понимали что то что они предлагают полезно для острова Макариус заявил что он объединяет Конституционный суд с Верховным судом и поправки вступают в силу несмотря на протест турки ответили демонстрации 21 декабря два турка киприота были убиты во время стрельбы полиции по манифестантам это естественно начало спиральной силы надо сказать что обе общины в этот момент уже естественно были очень парноидальны одни боялись объединения с Грецией другие боялись пантулькизма в отказе от приятия по праву греки видели план саботажа работы правительства и в конечном итоге стремление к разделению и наиболее радикальные деятели естественно и веназисты стали утверждать что турок надо просто силой принудить турецкая община может ей можно было бы принудить даже и не силой а какими-то так сказать подарками и выщеваниями но ТНТ сделала в свое время свое дело объединив турок вокруг идеи таксина и таксина и естественно турки были жестко сопротивлялись в регионе были озабочены все в том числе штаты которые послали свои боевые корабли ООН вела своих миротворцев Турция и Греция вступили в спор о том кому нужно помогать СССР и Египет совершенно неожиданно и абсолютно бессмысленно выразили поддержку греканки привода в этой ситуации хотя тут вообще непонятно кого надо было поддерживать но представляете еще раз карту представляете что происходило в рамках насилия на этой карте этот процесс остановить было в принципе невозможно потому что ну это как бы как лес горел везде эти стычки возникали везде принятие мер никак вообще не могло влиять в 64 году только было убито около 400 человек 20 тысяч турок и приот отбежало из общин там где превалировали греки фактически турки и приоты объединились были изолированы в 32 крупных анклавах в оболнениях были задействованы войска вообще всех возможных стран в какой-то момент даже турецкая авиация атаковала вооруженный отряд КРИП Ровдингташ который был председателем турецкого совета общины в этот момент отправился в Лондон и Макариус запретил ему гест обратно на Кипр он вернулся в Турцию чтобы быть поближе к Кипру и естественно это еще больше развивало в нем антигреческие антигреко-киплиросские настроения волнения успокоились только к 67 году когда более-менее стороны согласились со статусом КВО Макариус в 68 году был переизбран на второй срок как президент разрешил к генетажу вернуться и вновь возглавить турецкую палату общины Гривус был изгнан в Грецию как руководитель боевой организации греков-киприотов и фактически 68 года остров некоторое время жил в состоянии перманентных переговоров Дэнкташа с Макариусом один на один о том как соорганизовать жизнь на острове при этом Макариус никуда не спешил потому что экономически турки-киприоты чувствовали себя мягко говоря неважно в силу всех тех событий всех тех особенностей общины о которых мы говорили активно шла эмиграция в Турцию Британию и другие страны и Макариус полагал что лет 15-20 таких медленных переговоров вопрос просто перестанет стоять турки-киприотов не будет сколько-нибудь значимое количество соответственно 68 по 74 год 6 лет это противостояние носило холодный характер зато внутри самой греческой общины между сторонниками Макариуса который уже не собирался присоединяться никакой Греции сейчас я объясню почему и сторонниками присоединения Греции шла настоящая гражданская война в принципе и греки убивали греков на острове и устраивали провокации и другие формы насилия и атаковали штаб-квартиры друг друга и так далее то есть среди самих греков-киприотов никакого согласия в этот момент не было почему Макариус не был готов с 68 года присоединяться к Греции больше почему этот вопрос для него не стоял дело было в Греции в Греции в 67 году состоялся военный переворот который привел к власти так называемых черных полковников это наименование вы наверняка слышали их еще называют иногда апрелянцами потому что они пришли к власти в апреле в 67 году идеология апрелянцев была и является сейчас невероятно знакомой современным россиянам просто вслушайтесь они утверждали что запад прогнил из-за потребительства и отступления от христианских норм Греция при этом остается единственным оплотом морали и защитником будущего всего мира и все поэтому должны вернуться к нормам православной церкви православной манноморали и нормам греческого мира а весь мир грекам завидуют потому что именно они создали цивилизацию и поскольку он не хочет отдавать свой долг Греции за создание цивилизации он мечтает ее уничтожить знакомо правда в современной идеологии в России ничего не выдумано как видите все уже было особенно кстати говоря вы будете смеяться но это тоже не выдумано в России полковники не любили гомосексуалистов они как-то их очень раздражали и даже статьи в энциклопедии британской о том что гомосексуализм практиковался в древней Греции был Грецией публично избит а когда об этом написала BBC один из лидеров хунта греческой публично заявил что BBC вся управляется гомосексуалистами и поэтому обо всем уже вот это примерно как выглядела Греция после 1967 года понятно почему Макарио совершенно не жаждал туда присоединяться надо сказать что штаты Великобритании и Западная Германия активно поддерживали апрелянцев потому что они еще были жесткими антикоммунистами ну мы с вами уже много говорили о тех периодах времени и для вас не должно быть новостью что штаты Великобритании и Западная Германия поддерживали все что было против СССР как бы ужасно оно не выглядело а это то что было против СССР вот интересно кстати говоря такой референс что Греция тогда наладила активное отношение с Румынией хотя Чаушеско был номинально профсоветским но при этом диктатура Чаушеско была очень близка по духу греческих полковников военная хунта это была достаточно жесткая более 10 тысяч человек было арестовано и убито за время ее правления экономически она же она при этом была достаточно эффективна она одной из первых в мире всерьез применяла кенецианскую экономическую политику открыла рынки для туризма и инвестиций начала целую серию масштабных строительств раздавала большие кредиты и много этих кредитов ушло в бессмысленное строительство с тех пор по Греции стоят многие даже недостроенные памятники эпохи вообще в мире если говорить об экономике в мире конец 60-х начало 70-х годов это эпоха бума туризма и в Греции туризм тоже в это время активно развивался поэтому в УРП Греции рос несмотря на Хуту население во многом поддерживало эту власть до 73-74 года из-за в основном этого экономического роста и к слову на Кипре тоже бум туризма состоялся основные выгоды от этого получали греческие города именно греческие кипрские города которые были подстроены под туризм под развитие бизнеса основным туристическим центром была Фомагуста и Приберде Фомагуста они стали люксовым куротом где отели строились не только в интересах текущих больших международных сетей отельных но даже и британская королевская семья умудрилась построить себе там пару отелей Софи Лорен там купила себе большой дом и построила отель в общем это это были очень популярные места вот а Георгиус Гривас и нам сегодня мы успеваем закончить про Георгиуса и Гриваса разговор во время пребывания в Греции пытался сопротивляться в Хунице не преуспел в 1971 году он вернулся на Кипр нелегально создал там опять боевые ячейки и он был одним из руководителей борьбы с Макариусом получал на поддержку от некоторого количества офицеров национальной гвардии Кипра полиция естественно охотилась на Гриваса и на его сторонников в итоге своей такой военной карьеры борца со всеми и вся Георгий Гривас умер в январе 1974 года на конспиративной квартире на Кипре от сердечного приступа просто от старости ему было достаточно много лет уже а его борьбу правда менее активно более вяло продолжали его сторонники Семьдесят четвертый год явился годом поворотным К семьдесят четвертому году положение хунты в Греции стало достаточно шатким Шатким оно стало как обычно бывает у хунт когда хунта пытается или авторитарная власть пытается перейти к частичной либерализации она очень быстро упускает бразды правления Руководитель апрелянцев Пападополос решил провести плавный переход к гражданской власти ровно по тому образцу о котором мы с вами много говорили а когда говорили про авторитарную власть в Юго-Восточной Азии когда объявляются как бы гражданские выборы на которых побеждает естественно руководитель хунта и таким образом остается гражданским руководителем был объявлен референдум который потом никто естественно не признал в мире на котором была отменена номинальная к тому времени власть короля Греции руководитель хунта был объявлен президентом обещал возвращать гражданские свободы он даже сказал знаменитую фразу революция не должна стать режимом. И как часто, естественно, бывает, попытка либерализации привела к разрушению автократии. Но это разрушение происходит двумя способами. Одним способом пользуются демократии иногда, а иногда это происходит в сторону реставрации жёсткой авторитарной системы. В конце 1973 года массовые манифестации в поддержку либерализации были подавлены военные полиции Греции, руководителем Дмитриевом Иоаннидисом, который воспользовался этим, захватил власть сверх, фактически, Дмитрия Сокомпадополоса, объявил о том, что страна не готова к демократии и будет продолжаться управляться. Управляться достаточно жёстко. И надо сказать, что Иоаннидис был значительно более жёстким сторонником Великой Греции. И одним из действий, которые он успел сделать на посту диктатора Греции, была организация прогреческого путчина в самом Кипре. 14 июля 1974 года проникшие на остров греческие офицеры возглавили нападение на президентский дворец Кипра. Президентский дворец был сожжён. Макариус III чудом бежал, добрался до Пафоса, и британский самолёт с британского военного аэродрома вывез его на Мальту, а затем в Лондон. 15 июля повстанцы заявили о победе, о смерти Макариуса, который, как вы помните, был жив, и назначении президентом Никаса Сампсона, радикального и назиста, боевика и сторонника силового присоединения Кипра к Греции. Вот в этом моменте нам с вами надо заканчивать. На самом интересном месте, как и полагается. Что было дальше, я расскажу через неделю. И через неделю мы уже, конечно, с вами закончим разговор про Кипр. Дойдём до сегодняшнего дня, поговорим про разделённый Кипр, как по-разному развивалась судьба различных частей Кипра. А пока спасибо вам за внимание. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мавчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мавчанс Групп. Я Евгения Большакова. А вы подписывайтесь на Живой Гвоздь, чтобы не пропустить продолжение разговора про Кипр. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok